Ну вот мы и подобрались к пользовательским картам. Я долго думал, какую же карту взять первой. Вы много писали про РП Даунтаун, на которой якобы есть призрак. Также много запросов было по ГМ Биг Сити. Кто-то писал про Банк Лав, но никто не написал об одной карте, о которой почему-то никто ничего не знает. В русском ютубе точно. Эта карта называется ГМОТ 13 ХОТОЛС. Что же в ней особенного, спросите вы? С виду это обычная карта отелей, но так ли это? Для начала стоит отметить, что самих отелей-то тут немного. Все остальное место занимает научно-исследовательские отделы, офисы, тюрьма строгого режима и куча потайных ходов. На этой карте много интересных моментов. Итак, мы пойдем от более-менее объяснимого до самого непонятного. Так сказать, замутим айсберг этой карты. Вот так прикол, конечно. Предположительно, по лору карты, в 1994 году из тюрьмы сбежал человек по имени Ратман. Да, возможно, это, кстати, отсылочка на персонажа из Портал. Сбежал он, предположительно, отсюда. В этом месте есть эта решетка, которая открывается только из комнаты охраны. Скорее всего, Ратман сбежал именно этим способом. Потому что здесь мы можем найти кровать и остатки еды. Скорее всего, Ратман жил здесь какое-то время. Далее, что-то произошло, что заставило Ратмана уйти. Идя дальше по тоннелям, мы можем найти такую пещеру. И тут вылезет сообщение. И нельзя с этим согласиться, потому что мы действительно слышим какие-то крики. В какой-то момент мы можем заметить здесь проход. Без ноу-клипа туда не попасть. Я пробовал. И тут опять вылезет сообщение. И мы увидим Ратмана. Да, вот так вот он и выглядит. Да, это просто сталкер. Но согласитесь, это было интересно. И здесь мы можем увидеть комнату, где он жил. Тут есть холодильник, спальня. В принципе, все, что нужно для жизни. Кстати, здесь есть радио. Прошу запомнить этот момент. Во второй башне есть заброшенная шахта лифта. Спустившись по ней, мы попадаем в заброшенную часть отеля. Почему ее забросили? Ответ на этот вопрос мы можем получить, если будем все внимательно изучать. Посюда видим кровавые лужи и одну закрытую дверь. Куда ведет кровавый след? Чтобы открыть эту дверь, нужно в одной из комнат найти куклу. И просто взять ее. И в дверь автоматически откроется. Зайдя сюда, мы увидим мигающий свет. Такое же радио, как и у Ратмана. И мы будем слышать какой-то странный звук. Этот звук издает кукла. Если мы ее возьмем, то отчетливо это услышим. Но если мы подойдем ближе, то мы умрем от скримера. Ну конечно скримера назвать сложно, но тем не менее, призрак здесь есть. Поэтому эту часть и забросили. Сама карта переполнена потайными ходами. Например, в туалете можно пробить стенку. В кабинете Брина можно пробить пол. Куча пробиваемых стенок, которые просто ведут никуда. Какие-то вентиляционные ходы. Потайная комната под бассейном. Все это очень странно и заставляет задуматься, а зачем все это было сделано. В одной из лабораторий есть портал. Если мы в него зайдем, то мы попадем в локацию, где стоят три пирамиды, ангары и озеро. Что это за место и где это находится, неизвестно. Чтобы попасть обратно, нужно пойти в одну из пирамид, где будет портал. Зачем существует это место и для чего оно создано, неясно. На карте изначально тихо. До тех пор, пока вы не начинаете здесь копаться. Периодически вы будете слышать смех, крики Ратмана, какие-то шаги, открывающиеся двери и так далее. Будет полное ощущение присутствия. Но на деле никого не будет. Это очень сильно нагоняет Джути. Ну и последнее. Да, звучит и впечатляюще, но все же. По каким-то неизвестным причинам, в этом месте, если залететь под карту, мы увидим Джимена. Который просто стоит. Если мы к нему подлетим, то мы умрем. Что он? Зачем он? Что он там делает? Что это за место? Зачем он нужен? Столько вопросов и так мало ответов. Что это и какая история у этих отелей остается загадкой? Возможно, на этой карте есть еще что-то. Я просто это не нашел. Если вам это зайдет, то проявляйте активность и ждите. Ну а нас ждет еще куча пользовательских карт, которые нам следует раскрыть. Поэтому, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok